Доброе утро, дорогие братья и сестры, друзья! Сегодня у нас будет необычная передача, это передача памяти. Воистину, большое видится на расстоянии. И удивительно, что смерть, являясь расставанием внешним, внутренне рушит все границы материи и позволяет быть даже ближе, чем при жизни. Мир держится на личностях, на личностях тех людей, кто умеет говорить с Богом. Страны и народы существуют до тех пор, пока в них живут те, кто умеет говорить с Богом. Школы, институты, предприятия образуются вокруг личностей. Даже успех оркестров и хоров зависит исключительно от дирижеров. А в основании личности человека всегда лежит образ Божий и достоинство богоподобия. Беларусь также строилась и строится выдающимися людьми. Их много. Один из них, не хочу говорить в прошедшем времени, одним из них является всем нам дорогой и близкий нашему сердцу, митрополит Филарет. Он человек эпоха. 12 января 2021 года в 12 часов 12 минут владыка Филарет шагнул в вечность. Мы молитвенно чтим его память, возводим памятники, делаем выставки. И, наверное, это нужно нам. Нужно в большей степени, чем владыке, который достиг желанной цели. Он уже рядом с тем, кого любил. Рядом с истиной. Он знает все про каждого из нас. Ибо уже смотрит не в глаза, а в самое сердце. Он знает цену нашему слову. Он видел запустение церкви и приложил невозможное простому человеку усилие, чтобы православная церковь на нашей земле возродилась. Он шел против течения. Но никогда против людей. Он уважал каждого. Он видел эпоху атеизма, оттепели и заморозки, перестройки, распада с СССР 90-е и благополучные нулевые. Он переживал и за 2020 год. География мест, где бывал владыка, измеряется тысячами километров и простирается, может быть, на пол земного шара. Количество людей, с которыми встретился за свою жизнь архипастырь, исчислить невозможно. И каждый человек был им привечен. Никто в настоящее время не превзажел владыку во владении словом. Оно было краткое, но емкое. Оно было тактичное и предельно вежливое. Но острое и бьющее в цель. Вот давайте вслушиваемся в слова дорогого владыки, сказанное в интервью на 75-летие. В духовном смысле Родина состоит из тех мест, где мы повстречались с Богом и обрели свободу. Свободу в самом высоком, я бы даже сказал, в священном смысле, о котором святой апостол Павел сказал коротко и ясно. Где Дух Господень, там свобода. Вглядываясь в его личность, можно сказать, что и один в поле воин, если он воин Христов. Владыка был воином Христа и слугой Господа. Слуга, обладающий властью любви. Сегодня каждый настоящий белорус – это цветок, взращенный владыкой на благодатной белорусской земле. Каждый храм, построенный за это время, это посаженное им древо. Совместная программа сотрудничества Церкви и Государства – это плодоносный сад. Мы сегодня не имеем морального права расточить собранное им духовное имение. И не только потому, что оно во многом приобретено им, но более потому, что это вотчина Божия. На ней, подавая нам пример, честно и творчески трудился владыка. Как он сам говорил, все эти 32 года, которые Господь судил мне посвятить Белой Руси, это воистину чудо. «Когда я был назначен на Минскую кафедру, Белая Русь начала открываться мне со всей ее простотой и загадочностью, с ее грустью и добродушием, мужеством и нежностью. Эти годы стали воистину благословенными, благословенным временем моей жизни, потому что прежде неведомая земля и неизвестные люди стали мне родными». После этих слов владыки позволю себе еще раз повториться. видеться важным сохранить дух владыки, тот изначальный импульс к возрождению, развитию, преображению и созиданию Церкви Христовой. Он его задал, опираясь на свой огромнейший монашеский, дипломатический, руководительский, административный и человеческий опыт, который приобретал в служении Церкви на послушаниях в международной деятельности, ректорской, архипастерской. Никакой внешний, даже самый справедливый порядок не сделает нас счастливыми, пока не будет порядка в нас самих, в нашем отношении к Богу и ближним. Эти мудрые слова митрополита Филарета пусть звучат в наших сердцах. И если мы будем подхвачены этим импульсом по-настоящему, то его пульс не будет прерываться и в нас. А значит, истинность наших слов будет подтверждаться делами. церковь будет основываться на братской любви и соборности, сотрудничестве и взаимопомощи, держаться на подлинной вере и человеколюбии. И слово церкви будет звучать столь же авторитетно и действенно, как не многословная, но мудрая речь владыки Филарета. И пусть будет так вечная ему память. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok